Меня зовут Вячеслав Ворончук, я управляющий партнер StartBuilder LLC. Мы занимаемся консалтингом для стартапов, технических стартапов. Кроме технической части мы помогаем им с инфраструктурой, с привлечением финансов, с бухгалтерией. Но это не суть об этом. По поводу Метеора. Нас всегда интересовали такие специфичные технологии, там Метеор, Yelm, Flapjacks, Backend.js и возможности их использования для стартапов. В чем интересен конкретно Метеор? Иногда возникает следующая ситуация. Мы работаем в Норвегии, и у них есть государственный инвестиционный фонд, который легко выделяет финансы при наличии какого-то прототипа. То есть разработчику-стартаперу надо иметь какой-то прототип, и если он норвежец, то почти гардерированно получает финансирование от государства. И часто к нам обращаются такие стартаперы с минимальным бюджетом. Они не могут себе позволить сформировать большую команду, сделать стартап, но им нужно разработать прототип, который они могут потом презентовать. И чем хорош Метеор, что он позволяет одному разработчику сделать полностью прототип всего проекта. То есть используя какие-то визуальные фреймворки вроде Materialize CSS, Bootstrap CSS, не имея навыков особых администрирования, на Метеоре можно что-то сделать. Но в чем проблема? Метеор достаточно популярный фреймворк, но, что удивительно, он популярен не среди программистов опытных с 5-10 летним опытом программирования, а те, которые внезапно пришли в программирование. Например, типичный пример. Мой знакомый Вегард, норвежский маркетолог. Вот захотел он сделать стартап и начал подбирать технологии. И смотрит, что везде надо учить там то, 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 то. А вот в Метеор взял его, запустил, сделал какой-то прототип, и можно уже делать презентацию. Ну и вот этим он интересен. Но, с другой стороны, это и минус Метеора, потому что возникает проблема, как когда-то была в PHP, что много неопытных разработчиков из низкого порога в кода начинали разрабатывать что-то, и сам Метеор не дает каких-то стандартов, которые он заставляет использовать. То есть он все отдает нотку пользователя. Как ему удобно, так и разрабатывайте. Я видел приложение на Метеоре, состоящее из двух файлов. Там название приложения JS и название приложения HTML. И там тысяча, две тысячи, три тысячи строк было, потому что в Метеоре весь код исполняется одновременно и на сервере, и на клиенте. При этом там даже нет четкого такого разделения, что вот только на сервере или только на клиенте. Это надо отдельно прописывать, если есть какая-то логика, которая должна исполняться только на сервере или только на клиенте. И из-за такой гибкости иногда этим злоупотребляют. Сам Метеор предлагает несколько способов, как с этим обходиться. Первый вариант – это разделение по типу исполнения. То есть отдельно делать папку сервер, клиент, паблик для разного вида ассетов, которые исполняются только на сервере, только на клиенте, а все остальное куда угодно. Это как бы первый вариант. И у Метеора есть много магии. То есть магия – это то, что работает, но не совсем понятно, каким образом это работает. То есть, например, порядок загрузки скриптов, как они загружаются, что исполняется в первую очередь, что исполняется потом. Это все надо копаться в документации, тестировать, предполагать. Ну вот базовые гайдлайны, что в первую очередь загружаются HTML-шаблоны, во вторую очередь загружаются скрипты из лип, в последнюю очередь загружается мейн, и более глубокие по вложенности файлы загружаются в первую очередь. Вот это вот очень нетипичная вещь. И у многих, кто начинает разбираться с Метеором, у них возникает конфуз. То есть они не понимают, почему у них что-то не работает, просто потому, что оно лежит не в той по вложенности папке. Но остальное загружается в алфавитном порядке, поэтому часто можно видеть у начинающих разработчиков на Метеоре и префиксы вроде 1, 2, 3, нижнее подчеркивание такого плана. Сам Метеор предлагает несколько видов реализации модулей. Как можно делать модули на Метеоре, чтобы код был более-менее организован, и его можно было поддерживать не только одному разработчику, но кто-то, кто будет после этого с этим разбираться. То есть первый вариант – это по типу исполнения. То есть у нас есть базовые папки, сервер, клиент, лип, и внутри них мы делаем модули. Это первый вариант. Он, кстати, на практике большинство разработчиков использует этот модуль. Но при этом иногда они это делают довольно странно. То есть они не делают отдельные папки для модулей, а делают файлы. Просто отдельные файлы с названием модуля. Но Метеор это поддерживает, поэтому злоупотребляют. Второй вариант, он чуть более удобен, на мой взгляд. Это модули, папки модулей, в которых по типам оно дальше разделяется. Похож на предыдущий вариант, но тут уже можно разобраться, где искать код, относящийся к какой-то бизнес-логике конкретной. Ну и Метеора упоминает, так не означает, что есть еще третий способ – это делать модули в виде пакеджей. Ну я хотел бы на нем достановиться, потому что, на мой взгляд, это самый адекватный способ делать модули в Метеоре сейчас. Структура тоже достаточно простая. У Метеора есть папка пакеджей, куда ставятся все пакеты. Причем независимо от того, это ваши собственные пакеты или установленные с репозитория. Ну вроде NPM, там есть MRT. То есть просто создается папка с названием модуля, файл пакет.js и дальше любая логика, которая относится к этому модулю. Я сейчас хочу остановиться вот на структуре этого пакет.js, чтобы было более-менее понятно, что это просто делать пакеты, а не делать предыдущие варианты, вроде вот этого или вот этого. то есть мы определяем простой конфиг с типом доступа, где конкретные модули будут исполняться. То есть есть три варианта на клиенте, на сервере или на клиенте и на сервере. Аналогично есть конфиг для NPM модулей, то есть когда мы используем в Метеорг какие-то модули из NPM, мы тоже их тут можем указать. И достаточно долго это вообще был единственный способ использовать какие-то NPM модули в Метеоре. То есть надо было делать какой-то пакет и там его можно было подключить. То есть, ну это конфиг. Само подключение выполняется через функцию package on use и apiuse. То есть это достаточно просто и нет причин это не использовать. Второе, чем удобно оформление модулей через пакеты, это то, что мы можем полностью указать порядок исполнения. То есть мы можем сделать конфиг и показать в каком порядке файлы как должны загружаться. Ну, пример тоже для сервера, для клиента и для клиента из сервера. Подключается это тоже на том же package on use через api.atfiles. То есть достаточно простая логика. Ну и третье, то, что надо делать с модулем, это его как-то поклевать для внешнего доступа. Тоже package on use, api.export. То есть это namespaces, которые мы даем во внешний доступ для работы с этим модулем. Ну, достаточно простая вещь. Это я привел пример загрузчика модуля. Первый файл кофе, bootstrap кофе. То есть как он примерно выглядит. То есть есть meteor startup, это когда сервер встает, надо запустить какую-то логику, опять идет разделение, какая логика на сервере запускается, какая на клиенте. И какие-то глобальные константы, которые относятся к этому модулю. Они обычно в загрузчике указываются. Вторая типичная проблема с meteorом – это коллекции. То есть meteor использует такое понятие, как mini-mongo. это фронтендовая лайт-версия коллекции, которая позволяет обращаться к данным на бэкэнде. То есть возникает такая некоторая иллюзия, что мы одновременно работаем с данными на фронтенде и на бэкэнде, и это все происходит одновременно. Но это все сделано с помощью этого mini-mongo. Но проблема в том, что полноценные модели, как-то их энчансить не очень удобно. То есть я предлагаю такой вариант, как оборачивать их в класс, и тогда можно их аугментировать так, как удобно. Все это делается через трансформ. Да, и по поводу метеора, как бы его основной сейчас недостаток, почему я упомянул, что он используется для предотвитивов, это скейлинг. То есть скейлить метеор сейчас не очень удобно, и все как бы делается из коробки, то есть там метеор деплой, все вроде как просто, но если надо сделать какие-то сложные вещи, с этим надо очень долго разбираться. И это то, на чем сейчас активно работает команда метеора. То есть в ближайшее будущее они обещают интегрировать кибернейт с ИО, который позволит делать горизонтальное масштабирование из коробки. То есть сразу поднимать много контейнеров в метеор-приложение и его масштабировать с помощью этой технологии от Google. И они это все обещают делать по модели Heroku. Но Heroku – это больше вертикальное масштабирование, то есть там можно увеличивать ресурсы сервера. А они как бы обещают сделать горизонтальное масштабирование из коробки, что можно будет делать много контейнеров дешевых, и за счет этого будет масштабирование просто реализовано. Обещают в ближайшее время официальную поддержку React и Angular. То есть сейчас у метеора официальный рендерер – это Blaze. То есть это их собственный движок, который занимается рендером, исходя из их реактивных принципов. То есть когда мы меняем что-то на сервере в коллекции, идет автоматическое обновление фронт-энда без каких-то либо действий с нашей стороны. И вот они обещают сделать более-менее универсальную рендерер, по крайней мере поддержку React.js и Angular для самого процесса рендеринга. То есть можно будет при желании заменить Blaze на React или Angular. И сейчас в их блоге очень много тем по поводу того, как интегрировать Angular и React с метеором, ну, на данный момент без этой официальной поддержки. Я думаю, что они таким же образом будут делать и поддержку рендера для мобайла. То есть вот как вчера обсуждался React Native, что вот есть несколько моделей рендера, один для мобайла, один можно сделать для веба. Я думаю, они таким же пойдем пойдут и тут и сделают еще рендереры для мобайла отдельно. Потом обещают официальную поддержку ES6. То есть модули приведут к какому-то вменяемому виду, что радует. Ну и улучшение инструментов сборки. То есть метеор собирается не галпом, у них там собственный сборщик, и они обещают больше контроля. Это будет ближайший релиз, то, что я говорил, обещают осенью. А в ихних планах это поддержка SQL, то есть поддержка реактивного SQL на фронтенде. То есть мы изменяем что-то на бэкэнде в SQL-ной базе, и это автоматически обновляется на фронтенде по том же принципу, как это делает сейчас MongoDB. Ну, интеграцию REST и микросервисов, тестирование с помощью Velocity, облегчение разработки и тестирования для мобильных устройств, и интеграция маршрутизации в ядро. Кто сейчас работал с метеором, обратил внимание, что нет роутера стандартного, то есть все используют IronRouter, и с ним иногда бывают некоторые проблемы. То есть мы обещают это решить и интегрировать роутинг в ядро. В целом, метеор, чем он хорош, что он имеет очень низкий порог входа. То есть даже человек, который до этого особо не занимался программированием, может там скачать эту книгу Discover Meteor и с помощью него начать разбираться и что-то делать. Но вот их текущая работа – это добавить какие-то инструменты, которые больше приспособлены для профессиональной разработки. Там тестирование, интеграцию SQL. Это позволит дополнить низкий порог входа возможностью использования метеора в каких-то крупных проектах. Но это в будущем. Спасибо за внимание. Если у кого-то есть какие-то вопросы, с удовольствием отвечу. Я понял вопрос, да. Это как бы один из способов. Тут уже дело вкуса. То есть я считаю, что удобно, когда есть возможность конфигурировать любую мелочь. И это можно сделать только через пакеты. А вот эти регенераторы, они делают это в рамках базовой магии метеора, скажем так. То есть меньше контроля из этих соображений. Никто не ждет официальной поддержки. Кому надо, уже используют и React с метеором, и Angular с метеором. Тут идет вопрос, что обещают сделать те фичи, которые в Blaze сейчас идут, реактивные, именно с помощью React и Angular из коробки. Что мы просто ставим и все используем. То есть ничего дополнительного не настраиваем. Потому что одна это из фич из метеора. Что мы ничего особо не настраиваем, мы просто ставим пакеты, оно работает из этих соображений. Еще раз вопрос. Ну, просто придется использовать вручную данные из Minimongo получать, чтобы их рендерить через React и Angular. То есть из этих соображений. То есть чуть больше кода писать. Метеор использует следующую философию. То есть у них есть какой-то контейнер, где есть все. То есть там и база данных сразу, и Node.js они запускают. То есть они делают изолированную от всей остальной системы среду, которая между собой коммуницируется. То есть поэтому… Сейчас один. Один инстанс. Да. Поэтому то, что я говорил до этого кибернейт, что они хотят таким способом сделать горизонтальное масштабирование. То есть брать дешевые сервера, где будет один инстанс, но их будет дофига, и между ними будет распределяться нагрузка из коробки. Ну это уже зависит от конкретного сервера. То есть я таких данных не скажу, потому что лично я не тестировал метеор на нагрузку, потому что основная задача сейчас для меня была метеор для прототипов. А прототипы обычно не имеют особой нагрузки, поэтому это было неактуально. С выходом от Galaxy релиза, когда будет кибернейт интегрирован, тогда это будет актуально. Делай такие тесты. Пожалуйста. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин